Всем добрый день и добро пожаловать на класс Capture One Pro 20 «Расширенные возможности». В первом классе «Быстрый старт» мы с вами изучили все ключевые особенности программы. Мы посмотрели, как работает логика Capture One, мы изучили базовые возможности импорта, каталогизации, сделали такой обзор всех ключевых инструментов и поговорили о том, как экспортировать файлы. Если, кстати, вы пропустили вот этот первый класс, то есть вы сразу прыгнули к расширенным возможностям, я все-таки вам очень рекомендую вернуться и посмотреть его, потому что даже если у вас есть определенный опыт работы в Capture One, скорее всего, вы что-то точно узнаете для себя новое. Ну а сегодня мы будем говорить про уже такие углубленные вещи. В конце концов, вся вторая часть занятия будет посвящена именно обработке. Но в первой части мне хотелось бы поговорить про массу небольших, но очень интересных и очень важных инструментов. И начнем мы, конечно, с настроек Capture One, потому что на классе «Быстрый старт» мы практически о них не говорили. Прежде всего, что важно понять в плане настроек Capture One, это то, что не все настройки на самом деле здесь вам нужны. Дело в том, что Capture One — это такой довольно всеобъемлющий продукт, который используется в огромном количестве отраслей, не только, например, в профессиональной фотографии. Но чтобы вы понимали, скажем, разработчики Capture One, это компания PhaseOne, они делают и камеры для спутников, и камеры, которые используют ученые, и камеры и программные обеспечения, которые используются в лучших музеях мира. И часть настроек Capture One сделана для этих людей. То есть, если, например, вы видите какие-то настройки, и вы совсем не понимаете, зачем это, что это, какое это имеет к вам отношение, есть немалая вероятность, что на самом деле оно к вам просто не имеет никакого отношения, потому что оно используется, возможно, каким-нибудь специалистом в Лувре, который делает репродукцию какого-нибудь старинного документа или картины. Так что давайте пробежимся по тем параметрам, которые действительно вам будут нужны. Значит, ну, во-первых, я вам рассказывал про вот эту опцию, да, когда вы можете переключать то, как будет работать скроллинг, то есть вы можете выбрать, вкладки будут скроллиться, то есть прокручиваться обычным колесом мыши или зажатым альтом, и, соответственно, все положимки инструментов тоже будут прокручиваться или обычным образом, или с альтом. Еще одна очень важная настройка — это Hardware Acceleration, то есть аппаратное ускорение, и Capture One для аппаратного ускорения работы использует технологию OpenCL. Не путайте, пожалуйста, с OpenGL, поскольку OpenGL — это такая довольно распространенная технология на слуху, а OpenCL — менее распространенная, хотя практически все современные, и особенно какие-то более серьезные видеокарты ее, конечно, поддерживают. По умолчанию аппаратное ускорение включено, если ваша карта ее поддерживает. Включено — это значит, что стоят режимы авто. При этом при первом запуске программы вы, скорее всего, видели такое, появлялось небольшое окошко с полосочкой загрузки, где было написано, что проверяется, устанавливается аппаратное ускорение. Как раз в этот момент программа считывала, какая у вас видеокарта, поддерживается ли она технологию OpenCL и вообще как бы настраивала этот момент работы Capture One. Но если вдруг вы заметите какие-то серьезные визуальные проблемы, то есть, например, там вся фотография пойдет какими-нибудь пятнышками или развалится на пиксели, то тут есть два варианта. Первый вариант. Если вы на Windows, имеет смысл обновить драйвера видеокарты. Но если это не помогает или если вы, например, на Mac, то в этом случае, возможно, есть какой-то конфликт с технологией OpenCL и попробуйте отключить ее. Дисплей — это как раз вот те самые вещи, которые обычно связаны с вот этими визуальными проблемами, которые могут возникнуть. А процессинг — это просто Capture One будет использовать OpenCL, в том числе для обработки фотографий. Вторая настройка реже связана с какими-то визуальными проблемами. Так что если вдруг вот есть какие-то баги, глюки, то попробуйте повыключать настройку OpenCL. Также что здесь есть важного? Ну, как я вам рассказывал, обязательно поставьте напоминание о вашем каталоге, о бэкапе вашего каталога, чтобы резервная копия, вам напоминали о резервной копии при каждом закрытии программы. Это действительно очень важная история. Также вы можете включить интеграцию с Tangent. Tangent — это такие рабочие специальные панели с трекболами, с различными такими кнопочками, с крутилками, чтобы быстрее делать обработку. Они, мягко говоря, не дешевые. То есть там полный комплект будет порядка трех тысяч долларов стоить, но это лучшее, по сути, что есть на рынке, и она используется в очень многих профессиональных студиях. Больше, конечно, Tangent используется при редактировании видео, но и Capchuan тоже его поддерживает. Переходим в раздел Appearance, то есть внешний вид. И здесь вы можете также выставлять ключевые вещи, связанные с внешним видом программы. Например, вы можете изменить цвет заднего плана просмотрщика. То есть, например, сделать его белым или таким немножко светло-серым, или серым, темным, или вообще черным. А также самое главное, что вы можете этот цвет менять прямо из интерфейса программы. Просто правый щелчок мыши, и можете прекрасно переключать этот цвет. Более того, вы даже можете настроить это на горячие клавиши, если вам это нужно. Идем дальше в настройки. Что у нас еще здесь есть? Во-первых, есть раздел Margin и Proof Margin. Margin — это такой общий отступ, который будет всегда работать. То есть по умолчанию это 3 пикселя, а вы можете, в принципе, сделать больше, если вам вдруг нужно. А Proof Margin, помните, я про это вам тоже рассказал на быстром старте. Это вот когда вы включаете режим вот такой, и ваша фотография становится меньше, и, соответственно, у вас есть возможность таким образом, например, на пустые области поместить какие-нибудь инструменты. Кроме этого, вы можете регулировать цвет, например, выделенного варианта, варианта для сравнения. То есть по умолчанию, например, в варианте для сравнения выделяется оранжевый рамочек, вы можете изменить, вы можете изменить цвет маски. И я думаю, вы сейчас так себя спрашиваете, да, а зачем это происходит, зачем нужны такие настройки? Ну, на самом деле, это очень хорошая история. Если у вас есть определенное расстройство зрения, да, проблемы со зрением, и в том числе, там, если вы, скажем, видите какие-то цвета одинаково, то вот эта настройка вам очень может помочь, и это серьезная штука, которая нужна многим фотографам. Давайте дальше идем в раздел Image, то есть изображение. Какие здесь есть важные настройки? Во-первых, здесь можно выставить размер превьюшки. Что такое превьюшка в контексте Capture One? Дело в том, что в RAW-конвертере, не только в Capture One, а практически в любом RAW-конвертере, вы на самом деле не работаете, вот вы не видите RAW-файл напрямую. То есть, да, когда вы оперируете ползунками, программа обращается к RAW-файлу, но сам RAW-файл — это такой вот пучок информации. Его невозможно увидеть, этот пучок информации. Что вы можете увидеть, это некую уже обработанную картинку, которая появляется после такой хотя бы первичного рендера этого RAW-файла. И вот размер превью — это мы выбираем размер вот этой превьюшки, которая появляется. То есть, по сути, вот ту картинку, которую мы видим вот тут, это и есть вот эта та самая превьюшка. То есть это на самом деле как бы не полноценно конвертированный файл, а это та превьюшка, которая генерится на ходу. Например, вот я сейчас делаю какие-либо движения ползунком, вот я ее двинул, и пока я двинул, она заново генерировалась, создавалась. То есть представьте, что вообще RAW-конвертер, по сути, постоянно конвертирует ваши RAW-файлы. Просто постоянно, когда как только вы двигаете любой ползунок, происходит вот этот процесс конвертации. Но просто это другая конвертация, она имеет совершенно просто технически определенные задачи. И размер превьюшки определяет, каким размером по умолчанию будет вот эта техническая превьюшка. На что это влияет? Это влияет на, по сути, две вещи. Чем больше будет размер превьюшки, то есть, например, мы можем поставить и 2880, и 3840 пикселей, даже 5120 пикселей. Чем больше будет этот размер, тем реже программа будет обращаться к оригинальному RAW-файлу. Она все равно будет к нему обращаться, просто немножко реже. Но одновременно с этим, чем больше превьюшки, тем они, соответственно, больше весят. Причем весят значительно больше. Поэтому просто так ставить, допустим, 5120, но особого смысла нет. У вас превьюшки начнут очень много места занимать на жестком диске. Что я вам рекомендую сделать, это понять, какой у вас размер вот этой области. Например, на Mac это можно сделать следующим образом. Вы можете взять и вот так померить, нажать Shift-Command-4. И вот тут даже вы циферки увидите, у меня здесь 1390 с чем-то. И вот исходя из этого размера, конкретно для вашего экрана, вы можете поставить, ну, например, если я поставлю 2048, для меня это будет более чем достаточно. Поэтому выставляйте тот размер, который актуален для вашего экрана, ну, с небольшим запасом. То есть лучше, чтобы было чуть больше, чем меньше. И таким образом программа будет, конечно, обращаться к RAW-файлу, например, при изумировании и при прочих других действиях. Но в целом это будет оптимальное соотношение скорости работы и места, сколько у вас будут занимать эти превьюшки. Дальше здесь есть настройки EIP. Про EIP-формат мы сегодня тоже обязательно поговорим. Кроме этого, вообще в Capture One вы можете еще редактировать не только RAW-файлы. Вы можете редактировать еще и JPEG, и TIFF, и PNG-файлы. Есть ли в этом большой смысл? Ну, TIFF, например, конечно, имеет смысл редактировать. Хотя все равно алгоритмы работы инструментов Capture One, они все-таки заточены на обработку именно RAW-файлов. Что касается JPEG и PNG, я не вижу в этом прям особого смысла, но иногда, возможно, вам это понадобится. Просто не рассчитывайте, что вы что-то сможете сверхъестественное из таких файлов вытащить. Следующая настройка — это какой движок обработки будет использоваться по умолчанию. И если вы посмотрите, вы увидите, что в Capture One 20 встроены все движки обработки, начиная с Capture One 6. И это реально очень интересная история. Кстати, если вы вообще совсем новый пользователь Capture One, не удивляйтесь, что между Capture One 12 и 20 ничего нет. Потому что это был просто такой внезапный скачок. То есть была 12-я версия, а потом следующая — 20-я. Зачем это нужно? Ну, как я рассказывал вам на классе «Быстрый старт», иногда вам нужно открыть фотографии своей 10-летней давности и увидеть их именно такими же. Плюс это такая забавная возможность посмотреть, как работала Capture One раньше. То есть, например, если мы поставим шестой движок обработки, откроем какой-нибудь, например, вот такой файлик, создадим его новый вариант. Новый вариант будет шестым движком работать. Во-первых, вы сразу видите, что часть инструментов будет недоступна, потому что их просто не было в шестом движке. Вот он, Capture One 6. Но самое главное, например, если мы посмотрим, то многие-многие инструменты начинают работать намного хуже. Например, вон, хайлайты так довольно топорно работают. Тени тоже похуже. Контрастность больше влияет на цвет. Но в любом случае это больше такое немножко баловство, и это реально скорее нужно для того, чтобы у вас была совместимость со всеми своими старыми обработками. Следующая настройка — это автосинхронизация сторонних XMP-файлов. Как вы знаете, многие программы, они хранят информацию о обработке и метаданных файлов в XMP-файлах. То есть, например, там, фотомеханик так делает, адобовский продукт так делают многие. И вы, в принципе, можете синхронизировать эти данные из XMP-файлов именно с Capture One. Сразу скажу, что настройки обработки не синхронизируются в любом случае. Ну, то есть, в некоторых случаях можно синхронизироваться, например, совсем базовые вещи типа баланса белого, но в целом это именно про метаданные история. И метаданные могут синхронизироваться вполне себе хорошо. Вы можете выбрать, например, загружать ли данные из XMP-файлов или осуществлять полную синхронизацию, то есть и прописывать тоже в XMP-файлы эту информацию. В целом довольно удобная опция, если вы работаете не только с Capture One, а еще, например, с другими программами, которые хранят метаданные, то есть там рейтинги, ключевые слова, цветные метки именно в XMP-формате. Дальше у нас идут настройки съемки в компьютер. Про это мы будем говорить на классе съемка в компьютер. Дальше идут настройки цвета. Вот тип рендеринга, честно, просто не меняйте. То есть вы можете пойти погуглить, почитать, для чего вам, в принципе, могут понадобиться другие типы рендеринга, но на практике, если вы фотограф, просто обычный фотограф, и не занимаетесь какими-то очень специфическими съемками, то вам не нужна эта настройка, это очень-таки глубокие профессиональные уже дебри. Дальше вы можете прямо из Capture One запускать калибровку мониторов Acer. Если вы знаете, там есть такие Acer, профессиональные мониторы, в них встроен калибратор прямо в самом мониторе, и вот эту калибровку можно запускать прямо из Capture One. Ну и, наконец, последняя настройка цвета – это вид цветового круга. По умолчанию он выглядит вот так, как мы все привыкли видеть, но периодически разработчики получали комментарии от тех фотографов, кто пришел из обработки видео, и в видео больше привыкли работать с цветовым кругом, который называется векторскоп. То есть он немножко по-другому выглядит. Он, по сути, такой же, просто расположение, чуточку другого. То есть мы посмотрим, вот такой немножко перевернутый. Если вам векторскоп привычнее, то, пожалуйста, включайте этот режим. Ну, большинство фотографов работают, конечно, со стандартным. Дальше у нас идут настройки экспозиции. Мы сегодня… В основном это все настройки связаны именно с уровнями Levels, и мы сегодня про это еще будем говорить во второй части класса. Ну и также здесь есть настройки Exposure Warnings, то есть предупреждение об экспозиции, ну, про это мы уже с вами говорили ранее. Потом идут настройки Кропа. Вы можете выбирать, например, когда вам показывать маску Кропа. Например, вы можете выбрать ее прозрачность, вы можете выбрать, например, пока… Вот демонстрируют ли вот эти такие ручки-хваталки. Вот видите, они… Вот сейчас у меня стоит, что их показывают только, когда я не двигаю. А я на самом деле больше люблю показывать всегда. То есть мне больше нравится, что когда я и двигаю Кроп, чтобы я видел эти ручки-хваталки. Так, что у нас еще дальше есть интересное? Дальше идет настройки Focus Mask. Что такое Focus Mask? Focus Mask — это маска фокуса. Это инструмент, который показывает примерные области на фотографии, где у вас есть резкость, есть фокус или его нет. Чтобы включить Focus Mask, например, можно настроить верхнее меню и положить сюда Focus Mask. Вот она. Вот так сделаем. Включаем Focus Mask, и зеленым цветом программа отмечает те области, где у нас есть фокус. Это, конечно, такая довольно условная история. То есть прям стопроцентно я бы не стал ей сильно верить, но в целом такой отбор фотографий она может немножко упростить. А здесь у нас есть настройка, самое главное phrasehold — это порог входа, да, то есть что программа будет считать резкостью. Соответственно, чем выше порог входа, тем меньше будет считаться областями в фокусе и наоборот. То есть вы можете под себя это настроить. Я обычно, если использую, то с настройками по умолчанию. Дальше мы можем выбирать, о чем программа будет нас предупреждать о различных действиях. Следующий пункт — это у нас идут всякие там обновления. И последнее — это плагины. Про плагины мы обязательно с вами поговорим на классе «Профессиональная работа», потому что все-таки это уже очень углубленная история. Я пока просто скажу, что для Капчуан есть различные плагины. Например, есть плагин Prodibi, который позволяет, во-первых, путем компьютерного зрения, то есть компьютерного анализа создавать автоматические ключевые слова. То есть просто вы выбираете фотографию, запускаете этот плагин, и он вам сам прописывает ключевые слова для фотографии. Кроме этого, Prodibi, например, позволяет создать альбом в интернете, где ваш заказчик сможет проставлять рейтинги, и эти рейтинги будут у вас отображаться в Капчуан. Кроме этого, есть, например, вот недавно появился в бета-версии плагин для создания HDR от Photomatix. Я думаю, вы знаете такую программу для создания HDR. Есть плагин JPEG Mini — это чтобы еще сильнее сжимать JPEG. И формат — это плагин для создания онлайн-галерей. И мы их всех рассмотрим, как я сказал, на классе профессиональной работы.